Дом национальностей празднует юбилей и подводит итоги. Последние пять лет учреждение является центральной площадкой в регионе, где реализуется национальная политика. Именно в Доме национальностей, этнические и национальные объединения Ивановской области ведут открытый диалог на любые темы. Чиновники признают, учреждение не раз доказывало свою эффективность, хотя результаты работы неосезаемы. Надеюсь, что вы помните, в прошлое и позапрошлые года, когда, несмотря на то, что у нас шелкапремонт, с доброго воли изъявления наших представителей национально-культурных объединений, мы участвовали в днях городов, как Шуи, как Палиха, Родников и Заволжской. Мероприятия не только на площадке физически Ивановского дома национальности происходят, а как бы выездные, скажем так, в основном. В Доме национальности большое внимание уделяют адаптации мигрантов. С руководителями национальных объединений регулярно проводятся встречи с разъяснением основ миграционного законодательства. Первый договор о безвозмездном сотрудничестве, который был подписан в Доме национальности, был как раз договор с управлением Федеральной миграционной службы. И на базе Дома национальности существует прием специалистов управления Федеральной миграционной службы. Почему я говорю предварительная запись? Потому что люди приходят со своим вопросом и записываются. И конкретный специалист под данную проблему, если мы говорим об УфМСК, приходит, их консультирует и решает проблему. Чиновники уверены, Дом национальностей успешно справляется с поставленными задачами. В регионе не происходит межнациональных конфликтов. А разовые инциденты, как, например, разрисованные стены мечети, это не проявление экстремизма, а всего лишь хулиганство. В более серьезных случаях также видна только криминальная подоплека, а не национальный вопрос. В случае с сыном, значит, Ферояна, да, и гаишникам, то есть я тоже склонен думать, что здесь никакого национального оттенка нет. По большому счету здесь чистой воды уголовное дело. И это проблема, это проблема золотой молодежи, независимо от национальности. Это вопрос лишь воспитания. Какой-то здесь межнационального конфликта, то есть я вот не усматриваю, например. Ежегодно из казны на поддержание деятельности этого учреждения выделяется около 7 миллионов рублей. Часть этих средств уходила на ремонт помещений, создание октавого зала, комнат переговоров, молодежного центра. Сейчас ремонт подошел к концу. И в ближайшее время национальные объединения смогут заняться новыми проектами, будучи уже не так стесненными в средствах, как последние 4 года. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.